ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Поэтому, по дате 9 мая, начиная с 9.30, начнем маршу традиционного центра Чешинелу. У меня появился вопрос на ленту Святого Георгия, вопрос на АМЕНСИ. Мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что в смыне комморирование этой лентой, не есть интервью. Поэтому, по дате 9 мая, я, лично, у меня появился этот лент на маршу в центре Чешинелу. Я знаю, что многие были даты в суд, которые были в суде, были в суде, но мы были в суде новое, что мы сказали, что мы были в суде, потому что, по дате 9 мая, мы были с этой лентой. Это был первый вопрос. Второй вопрос, который состоит в этом году, что-то, я думаю, что это было очень много, и это вопрос о Департаменте Статии о коррупции в Республике Молдово. Это очень странно, потому что, практически, что телевизионная и масс-медиа гуровернерии не сказали ничего на этот вопрос. Я не буду в деталии, если вы хотите, что-то читайте, но в основном, что партнерии этих гуровернеров, партнерии Пасов, партнерии Мае и Санду, они откроют их, но и все, что, что-то, что они снижают. Потому что, в первом году, в Петрахменте Статии Молдово сказал, что в Республике Молдово есть коррупция, есть проблемы, есть большая коррупция. В результате это очень важен для того, что это очень важная практика для реформы, Мае и Санду. Гувернение Мае и Санду Черкассы окопили динок от любящей ку-жустификации, ку-разбой, ку-разбор хибрид, ку-экстратерешнику, ку-пригожин. Дарастану его ажутапинт, ку-луменцалей же человеческий сэмтэмпл. Ши алтрейдя субъект, лакаре врёвся трага тенция, есть он субъект импортант пенту ной. Ной лам лансат, исти ворваде кампания «Интересно национал». Я думаю, стима с кончитэцени, аз везут уже при царе паноли мари рощи, где сказали, что, в первом плане, для Республика Молдова, требует быть интересным националом. Время заинформироваться, что нам ласали кампания «Интересно национал», «Нои социалисты». Существует и споттеры уже по ретели для социализации. Урмеаза кампания «Интересно на территории», районной Республики Молдова. Расскур вы declared, что на северный марте, мы знаем, это несколько месяцев неизвестного трагааа. Мы передаем всю страну, аз истинный субъект. Время заинформироваться, что в муна май, после северной репутации, мы начнем следующие в Центр. Что мы промовываем, мы социалисты, что у нас? Мы должны быть что, по первом плане, требует интересный национал в immediate. И я вам выдаю ответную очень просто, и вы господим, что это также. Наталитет и демография. Есть интерес национал? Я думаю, что фейкарь из них скажет, что да. Наталитет, депопулирование царей, и в том, что плачет луна, есть проблема. И интересный национал есть, чтобы решить эту проблему. 2. Экономия, санитет, эдукация, доминия социала. Есть интересный интерес национал? Сигур, есть. Мы видим, что произошло в последние годы. И я думаю, что мы все хотим сделать ситуацию. 3. Пача и нормальность. Я сейчас говорил, что санитет, и он сказал, что принципиал, что это интересный интересный пациент. Потому что пача и нормальность. Не в армаре эксцессиве, не в адераре не знаю где, в ист или вест. Есть интерес национал? Я думаю, что есть интерес национал. Релатии бунны с татой людьми. Мы не знаем, что УЕ, не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Релатии бунны с татой людьми. Ласа геополитика. Это не так. Социалисты не могут быть промовленными. Ни в альтерии президентальной, ни в парламентарии. Ни в альтерии, не в альтерии. Мы должны быть интересным национальным. Интересным национальным и не знаем, что нам мы в отношении плачьей. И что мы не пытаемся с другим, что мы в отношении в отношении плачьей? Мы только в отношении плачьей общей, но мы не в этом говорим. Фамиле традиционал есть интерес национал? 70, 80, 90% в републике МОДОА считают, что традиционная семья есть интерес национал. Идентитета, суверенитета, нейтралитета есть? Есть. Поэтому эти темы и многие остальные мы, социалисты, мы будем промывать и, в принципе, мы будем опробовать как идея национала, идея национала, интерес национал, которая будет промывать от наших социалистов, в републике МОДОВА, а частые компании Дижан Чепут. А кументреберли аннасатмаймурти, петру антреберли, Майя Сандо зовет все граждане 9 мая на площадь, чтобы вместе праздновать, что вы будете делать и где теперь будет собираться колонна Марша Победы. Я ответил на этот вопрос прямо с самого начала, но давайте так, конечно, для нас немножко странно, что Майя Сандо в тот же день, что и Марш Победы, организует эти мероприятия в центре Кишинева. И мы видели обращение посла Европейского Союза. Кстати, сегодня у нас будет встреча с послом Европейского Союза. Мы это все будем обсуждать. Я уверен, что мы должны вести себя цивилизованно. Ну, хорошо, что они начинают свои мероприятия позже. после 12.00 мы начинаем марш Победы в 9.30 в центре Кишинева. Собираемся, как обычно, в центре Кишинева. Победы. Почему вы не хотите участвовать в суды? В первую очередь, какие-то важные вещи. Эти дозации пенали мы называем как атака против партия социалистов. Партия социалистов является сильным партием, с позитивным трендом. Наши политики, губернация, они пытались уничтожать. Атака против партия социалистов. Они уничтожают дозации пеналии. Мы взяли. И сейчас, что случилось в суды, мы видим, что все мертвы, которые принадлежат прокуратура, которые принадлежат губернация, они не мертвы. Они или аналиши политики, или они интимплотари, и все говорят, что они не знали, не знали, не участвовали. Что это такое? В целом, это было бы не знали. В этом году губернация, они уничтожают решение, что они которые не будут виноваты, могут не мертвы, не мертвы. И мы об этом вопросе, и мы об этом вопросе. Мы об этом, что они уничтожают, и у меня были в Рома Молова, и у них были мертвы, которые были активы, и они сказали, что это не есть. Почему? Я понимаю, что губернация ввела эту тему, что это не так, и у них были в экспертности, которые принадлежат экспертизу. Почему? Потому что они говорят, что эти досыры будут будут publicы, будут 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 общаться, будут 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 общаться, я говорю, я думаю, что они будут будут проводить интервью, они будут проводить и для парламентария, а не только для президента. Это все такие шоуи, которые проводятся медиатические, которые организовывают ПАС и экипы. Игорь Николаевич, многие граждане хотят, чтобы вы участвовали в выборах президента. В 2020 году мы вместе с семьей голосовали за Майя Санду, но теперь хотим отдать голос за вас. Некоторые оппозиционные политики, а также сбежавшие из страны олигархи, политологи вас критикуют и призывают не участвовать в выборах. Почему? Что вы будете делать осенью на выборах президента и где вы видите себя в молдавской политике? Ну, очень комплексный вопрос. В этом году президентские выборы, в следующем парламентские выборы. Я уже говорил и повторюсь, я считаю, что молдавские оппозиционные силы должны иметь общую стратегию против Майя Санду и Пас, как на президентских, так и на парламентских выборах. Поэтому мы не торопимся выдвигать кандидата от партии социалистов на президентские выборы, потому что мы еще надеемся, что мы сможем договориться о каком-то общем кандидате. Я это говорю очень честно, и мы этого хотим. Общей стратегии и на президентских, и на парламентских выборах. Безусловно, мы видим, что некоторые уже выдвинулись. И, скорее всего, в ближайшее время будут еще кандидаты, которые выдвигаются. Во-первых, мы считаем, что выдвигать кандидата до того, как будет понятна дата выборов, и будут эти выборы или нет, я думаю, что это фальшстат. Мы понимаем, что Майя Санду в истерике. Все знают, и все опросы показывают, что Майя Санду проигрывает выборы во втором туре в стране. И она тоже это знает. Поэтому придумывает разные инструменты, референдумы, голосование за рубежом, для того, чтобы как-то спастись. Но это ей не поможет. Поэтому мы не исключаем, что Майя Санду может вообще выборы как-то отменить. Подвиды военной ситуации, чрезвычайной ситуации и так далее. Но это ее не спасет, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Майя Санду. Это должны понять и ваши кураторы тоже. Поэтому, что мы будем делать? Мы социалисты. Конечно, первая важная цель – это как-то найти общего кандидата. Если этот кандидат не будет найден, и все партии выдвинут своих кандидатов. Конечно, партия социалистов выдвинут своего кандидата. Потому что не может партия социалистов, основная оппозиционная партия, работать на кандидата другой партии в первом туре. Но даже в этом случае у нас будет, я надеюсь, общая стратегия основных оппозиционных кандидатов на этих президентских выборах. Для того, чтобы дальше на парламентских уже получить парламентское большинство и назначить наше правительство. Поэтому насчет моей кандидатуры еще раз. Для меня это не приоритет. Но если все партии пойдут отдельно, тогда нам придется партии тоже принимать решения в интересах страны, в интересах партии социалистов как основной политической силы. Но мы призываем других оппозиционных лидеров все-таки очень серьезно задуматься и сесть за стол для того, чтобы определить общую стратегию. Если нет общего кандидата, хотя бы общую стратегию. Мы понимаем, что по общему кандидату будет тяжело, потому что каждая партия хочет получить хороший результат на президентских, для того, чтобы потом на парламентских пройти парламент. Но общая стратегия хотя бы должна быть выработана. Потому что любая критика между нами, а мы видим, что появились криконы, мы видим, что так называемые политики с низкой социальной ответственностью, которых используют как полезных идиотов, сначала Плохотнюк, потом Майя Санду, сейчас тоже они появились, очень активные. Напомню, не одноразовые, а многоразовые политики, которые выполняют то, что говорит власть. Сначала Плохотнюк их использовал против нас. И мы это помним, и все вы это знаете, о ком идет речь. Потом Майя Санду использовали против нас, тех же политиков. Кстати, после того, как их использовали, они на 4 года исчезают. Они на рыбалке, на охоте, где угодно, в банях, но только не рядом с народом. И прямо перед выборами они возвращаются, они самые умные, и их используют как полезных идиотов против своих политических компонентов. Поэтому я не обращаюсь к этим, с ними все понятно. И люди дали им оценку и будут давать, потому что с рейтингов 16% ушли на 2%. Потому что народ понимает, что тогда использовали и сейчас использовали. Я на них внимания не обращаю. Но я говорю о других здоровых политических силах. Давайте объединимся для того, чтобы иметь общую стратегию. Потому что если мы будем бороться между нами, опять Майя Санду выиграет. Теперь то, что касается, где я вижу себя в политике, хороший вопрос. Если честно, я уже говорил, я президентом был. Для меня это не приоритет. Для меня ближе все, что касается исполнительной власти. Я всегда был министром экономики, я был первым вице-премьером. И считаю, что реально делать важные вещи для страны может премьер-министр. Это мое мнение. Я не стремлюсь там, я не говорю, что я стремлюсь любой ценой стать премьер-министром. Но неважно, где мы будем в политическом ландшафте Республики Молдово. Важно, чтобы там были результаты. Но первое, что мы должны сделать, это убрать эту власть. Потом мы разберемся, кто где. Поэтому призываю еще раз. Общая стратегия к здоровым политическим оппозиционным силам. У нас должна быть общая стратегия. Я готов? Пожалуйста, давайте обсуждать. Мы такие разговоры ведем. Все чаще слышны заявления о том, что как только российские войска войдут в Одессу, Молдово на следующий же день ждет университ в Румынии. Якобы все формальности, договоренности уже достигнуты. Известно ли вам что-нибудь про это? Давайте я вам скажу мое мнение. Я видел эти заявления разных политиков. И слева, и справа. Мы говорили о том, что Майя Сандо – это угроза для будущего Республики Молдово. Я остаюсь при том же мнении. Следующий мандат Майи Сандо, если она станет президентом, может быть последним мандатом, когда существует наша страна. Поэтому может ли Молдова исчезнуть, объединиться с Румынией? Ну, может только в двух случаях. Первое. Если большинство граждан через референдум примут такое решение, и сразу здесь я выскажу позицию, я считаю, что это невозможно в ближайшие 5-10 лет, как минимум. Я считаю, что граждане Молдовы в обозримом будущем на референдуме не проголосуют за то, чтобы Молдова потеряла государственность и объединилась с Румынией. Хотя количество этих сторонников в Униере растет, 30-35%, но это из-за безысходности. Если завтра качество жизни в Молдове изменится, если уйдет коррумпированная власть, люди, я уверен, что процент унионистов снизится, как обычно, на 10-8%. То есть через легальные механизмы, я не вижу как. Второй путь возможный в Униере, это, конечно, через военную аннексию, как было в 1918 году. Тогда была военная аннексия. Возможно ли это сейчас? Мое мнение. Я считаю, что если, не дай бог, это произойдет, это, возможно, только по решению Майя Санду отозначает гражданская война. Потому что есть регионы в Молдове, которые никогда-то не примут. И на юге, и на севере, и в Приднестровье, и так далее. И не хватит ни у кого сил для того, чтобы как-то все это потушить. В начале прошлого века, в 1918 году, мы знаем, что это Бунар и многое-многое другое, что происходило на этой территории. Хочет ли Майя Санду войти в историю с этим? Давайте посмотрим. Поэтому объединение с Румынией возможно только военным, путем аннексии, что чревато гражданской войной. Я считаю, что никто на данном этапе серьезно это не рассматривает. Я уверен, что румынам это не нужно. Они понимают риски. Но Румыния как часть коллективного Запада, кто знает. Нужно ли это коллективному Западу? Нужно ли это Европейскому Союзу? Я думаю, что Европейскому Союзу это не нужно. Поэтому, когда они спрашивают про войну в Молдове, война в Молдове может запустить только молдавские власти путем ввода здесь войск Румынии или НАТО, или американцев. Русские здесь не войдут, мое мнение, если не войдут НАТОцы и Румынии. Поэтому все в руках молдавской власти. Если молдавская власть будет поступать мудро, будет исходить из национальных интересов, конечно, это невозможно. Я исхожу из того, что чувство самосохранения всех возьмет вверх эмоций и геополитическим интересам каких-то внешних кураторов. Во всяком случае, на данном этапе, на данном этапе, я считаю, что таких серьезных рисков, хочу успокоить просто наших коллег, какого-то военного вмешательства в Молдове со стороны Запада, я пока не считаю, что преждевременно об этом говорить. Так, Банна Роткар. Добрый день, вы уже ответили на вопрос опросника, перепись. Ко мне еще не были. Мне сказали, что как-то звонили в дверь, но у меня не было дома. Посмотрим. Остали номер, чтобы я им перезвонил. Еще не звонил. Те, че, ну, пунец флаголу Штефан Чалмарин кабинет Пимаса. А, а, а мне и бюро учал вот. Мы сказали, что флаголу Штефан Чалмарин. У нас штицкое дело опробовато через Дропел. Как Дропел историк, апропол, ну, а я Дропел в Чала Републиче Молдова. Да, ровем, что, апропол, мы несли Дропелу и у Чала Републиче Молдова. Это символ статалитет, сэш-индепендент, сэш-индепендент, сэш-нудреславное, респектам. Да, я кунсидер, кной ампу путя, принадлежи сапробовым мутицелем. Часто есть, и, как Дропел историк Републиче Молдова. А, как думаете, полуумная Санда пойдет на силовые решения вопроса с ГГУЗи? Общение, так, обращение с Тик-Ток. Я надеюсь, что нет. Почему? Уже выше, ну, чуть раньше я сказал, чувство самосохранения должно как-то, в какой-то момент дать им понять, вот этим политикам, которые пока что руководят Молдовой, что это чревато войной на территории Республики Молдова. И им это никто не простит. Им это никто не простит. Поэтому, с учетом того, что сейчас ГГУЗи активизировалась на двухстороннем ГГУЗско-российском направлении, попытка силового давления на ГГУЗию, ну, силами молдавских только правоохранительных органов и армии, невозможно. Все это знают, понимают. То есть нет у Молдовы потенциала сейчас 20 тысяч или 10 тысяч военных людей отправить в ГГУЗИ, чтобы там держать ситуацию под контролем. У нас армия численность меньше. И никто на это не пойдет. Пойдет ли Мая Санду на то, чтобы звать сюда румынов и НАТО, и американцев, чтобы что-то сделать там в ГГУЗе или Поднестровье или где-то, это уже агрессия против независимой страны Республики Молдова. Пойдет ли Санду на это? Ну, давайте посмотрим. Потому что в этом случае, знаете, как это говорят, против ЛОМа нет приема, если нет другого ЛОМа. Но нам этот сценарий категорически не нужен. Я еще раз заявляю нашу позицию. Нам здесь не нужны ни американские войска, ни российские войска. Потому что если зайдут русские, попытаются зайти американцы или румыны. И тогда это будет полигон, военный полигон на территории нашей страны. Нам это не нужно. Мы нейтральная страна. Мы должны дружить со всеми и держаться подальше от этих разборов геополитических. Насколько это возможно. Если у нас будет такая позиция в Молдавской власти, поверьте, нас будет уважать и на Западе, и на Востоке. Федор К. Игорь, добрый день, пожалуй. Поднимайте народ, чтобы отстоять в Молдову протестанту. Мы хотим жить в Молдавии, а не в Румынии. Это наша страна и родина. Возвращайтесь обратно к президенту и так далее. Ну, Федор, давайте так. У нас возможность отстоять нашу страну на данном этапе, повторюсь, на данном этапе, есть реальные шансы демократическим путем. Я призываю это сделать демократическим путем через выборы. Если кто-то попытается другими путями, там, Майя, Санду, через приглашение сюда Румынии или НАТО, либо с запретом выборов, либо какой-то явной фальсификацией, тогда у нас с вами другого не останется, как выйти на улицу. Поэтому вот это нужно говорить и объяснять людям. Вот этим мы будем заниматься сразу после праздника, потому что у меня была идея начать сейчас объезд районов, но мне люди, я согласен с ним, сказали, что сейчас все готовятся к Пасхе, неправильно будет в течение Пасхи, там, постной недели, разъезжать по селам и проводить какую-то агитацию. Поэтому сразу после 9 мая я буду, большинство населенных пунктов, ну, в районных центрах точно, в городах точно, но все села, все примарии 898 я не успею объехать, но несколько сотен, но до начала президентской кампании я обязательно побуду. Заранее мы вам скажем, каких населенных пунктов вы подойдете, мы будем общаться, потому что по телевизору, вы видите, все заблокировали, единственная возможность довести правду, это либо вот через такое общение, либо напрямую в селах, в городах. Я буду с вами встречаться и так, и в каждом городе, и в каждом населенном пункте. Еще вопрос, что вы можете сказать про высказывание Марии Захаровой про национальный молдавский язык и его право наследия. Знаете, это позор для Молдовы, когда кто-то из-за рубежа должен нам напоминать, какой у нас язык. Я говорил еще раз, заявляю, что для меня другого языка и другой истории, чем молдавский язык и молдавской истории, не было, нет и не будет. И это мнение не только меня, как оппозиционного политика, это мнение большинства граждан Республики Молдова, потому что во всех опросах это все говорят. И это временные явления, которые происходят в Республике Молдова, я еще раз говорю, временные. Я уверен, что со сменой власти все это вернется в нормальное русло. Геннадий Михайлович Молдовский вернулся в страну, ну, подорванная основа государства, пытается лишить единственных. Повторяются вопросы, которые были раньше. Вот еще один вопрос. Игорь Николаевич, как вы думаете, вот в Москве ШОР объединил оппозицию, ваше мнение? Ну, давайте я выскажу здесь свое мнение. Кто-то говорил, что сейчас за дом будет критиковать все это. Нет, я не буду критиковать. Любые объединения – это нормальное явление. Это нормальное явление. Мы тоже вот объединились с коммунистами. Но говорить, что это объединение оппозиции, мне кажется, слишком громко. Все знали, что у ШОРа есть 4-5 партий, у них объединил вместе, ну, объединил свои активы. Слушайте, есть стратегия. В бизнесе очень хорошая стратегия. Когда объединяешь бизнес 4-5 направлений в один, для того, чтобы было эффективное управление. В политике, ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Еще раз, любое объединение, это, в принципе, для электрода – это хороший сигнал. Что будет в этом случае, ну, давайте посмотрим. Мы их критиковать не будем, хотя там наши перебежчики, которые купили из партий социалистов. Но, исходя из того, что у всех общий враг, это Майя Санду, ПАС, любые, любые попытки как-то воевать между разными блоками, группами, партиями, оппозиционными, это сыграет только пользу Майя Санду. Но у меня есть свое мнение насчет всего этого. Но на данном этапе мы ее высказывать не будем. Поэтому мы приветствуем любые политические объединения, которые выступают против этой власти. У нас есть своя стратегия, у нас есть своя дорожная карта. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, в чем наши цели. Мы не будем критиковать и не будем атаковать другие оппозиционные силы, на всяком случае, те, которые считают себя оппозиционными силами, и у которых общая цель – убрать эту власть. То есть, все, кто против этого гувернария, и кто еще ходит на сценарий, смотрит, что они по мне, по социалистам, мы видим еще один раз. То, что вы делаете, вы ждете на Майя Санду. Вы сделали это дело. И четыре года назад, журналисты, журналисты, которые вы дадут Майя Санду на гувернание, и другие персонажи, осумайте-вы, что вы делаете снова Майя Санду. Мы не будем это делать. Мы будем говорить, мы будем говорить о стратегии коммуне против этих гувернания. Мы будем сценивать и для обеспечения. Я хочу вас благодарить. Время мы будем больше, в мае, на Мемориаре Шерпень, у нас есть место место, в городской фигаре, для перезахарнений от статков, солдат. Время мы будем на 11, Субтитры создавал DimaTorzok на кредерии, кто был в афибине, им пофидал оттуда, кто был в афибине. Усо сеним пепт. Потому что мы и не имеем облигации сеним пепт. Попия, фамилия, петру ведетору Республики Молдова, петру интересу националу. Узи бут.